Стайлер для укладки волос Dyson Air Up. Считается, что он не портит волосы, сколько бы вы им не сушили, хоть 10 раз на день. И укладка всегда будет такой, как будто из-под рук профессионального стилиста. То есть волосы будут живыми, блестящими, струящимися. В общем, как у фотомоделей на картинках или на ползиме. Я с ним уже сотрудничаю довольно-таки долго, поэтому в этом обзоре все так, как есть на самом деле. Итак, Стайлер способен создавать локоны и выпрямлять волосы. Для этого у него есть целый набор насадок. Начну с локонов. Стайлер создает естественные локоны, а не пружинки-кучеряшки. Для их создания есть две пары цилиндрических насадок, которые отличаются диаметрами на 3 и на 4 сантиметра. Можно создавать волны покрупнее, помельче. Насадки для локонов здесь необычные, они с эффектом куанда. Так называется аэродинамическое явление, когда вокруг насадки создаются воздушные потоки, которые притягивают волосы, огибают их вокруг насадки, фиксируют пряди. То есть Стайлер помогает нам сделать завиток. Больше не нужно нам самим накручивать, как это было с плойкой. А когда Стайлер сушит, то одновременно и накручивает волосы. В итоге такой прибор заменяет минимум два устройства. Обычный фен и плойку. Для нас хорошо. Так мы экономим время на укладку. Больше не нужно сначала высушивать, потом крутить локоны. Из опыта, скажу честно, первые результаты мне никак не нравились. Локоны получались хаотичными, местами как будто слипшимися. Во время укладки Стайлер не захватывал все кончики и приходилось помогать вручную. В общем, возмущение мое нарастало. Я была готова полностью разочароваться, но все получилось, когда я изучила видеоуроки Дайсона. Тогда открыла для себя несколько очень ценных нюансов для создания красивых, естественных локонов. Например, чтобы Стайлер захватывал кончики, нужно следить, чтобы волосы оставались едва влажными, но не чересчур мокрыми. Здесь работает простая физика. Вихрь воздуха не может справиться с очень мокрыми волосами, особенно кончиками. Ведь они тяжелые и Стайлер их просто не захватывает. Поэтому и приходилось помогать вручную. Но чтобы такого не было, нужно сначала достаточно хорошо высушить волосы, оставив в них, ну, совсем небольшое количество влаги. Для сушки волос в комплекте есть насадка Престайлер. Узнав об этой фишке, с тех пор проблем у меня больше не было. Стайлер захватывает пряди легко. Эффект слипшихся волос тоже исчез. Очевидно, когда волосы были чересчур мокрыми, Стайлер как будто их запечатывал, что ли. Теперь такого тоже нет. Еще один важный нюанс. Освобождать локон от Стайлера следует только после его выключения. До этого прибор из волос я понимала работающим. Он-то и путал мне и так уже завитые волосы. Поэтому локоны в прическе получались хаотичными, не было рисунка в укладке. Но сейчас, как только я заканчиваю сушить локон, то выключаю Стайлер и только тогда я освобождаю локон. Он прекрасен. Все же очень нравится, что Стайлер создает именно естественные локоны, а не кудряшки, которыми меня и так щедро наградила природа. Еще одна фишка. Чтобы добиться голливудских локонов, то есть чтобы они были накручены симметрично, нужно проследить за направлением потока воздуха в насадках. Инженер Дайсон как будто знал о любимой прическе у многих из нас, поэтому и создал насадки с разнонаправленным движением воздуха. Поэтому одну часть волос я накручиваю насадкой с направлением воздуха вправо, другую влево. Конечно, получив такой опыт, я уже оставалась довольной результатом. Создается эффект очень естественных волос, как будто ты и вовсе не укладывала, они у тебя такие от природы. Попробовали мы создать локоны и на волосах моей подруги. Интересно было, как Стайлер покажет себя на волосах средней длины. И вот здесь, конечно, ее и моему восторгу не было предела. Получилось красиво, ухоженно, как будто Ксюша только что вышла от стилиста. Интересный вывод. На разных типах волос, так же как и на разной длине, локоны смотрятся по-разному. Теперь прическа номер два. Прямые волосы. Для этой цели здесь есть две похожие щетки. Мягкая и жесткая. Мягкая, та, что с розовыми шариками на кончиках, разработана для укладки тонких волос. А вторая, жесткая щетка, лучше подойдет для непослушных, густых, вьющихся волос. Ну вот, собственно, и результат. Много говорить не имеет смысла. Волосы достаточно прямые. И лично для меня эта щетка стала целым открытием. Просто проводишь ее по волосам, будто гладишь волосы, а она в один момент времени и сушит, и выпрямляет волосы, ну еще и приятно массирует кожу головы. И больше не нужно, как раньше, сначала волосы сушить феном, потом выпрямлять утяжком. Здесь за одно движение два дела сразу. Один прибор заменяет два инструмента. Фен и утяжок. В комплекте, а это всегда в красивом фирменном ларце, есть также щетка для создания объема волосам. Подойдет для тех, кто любит прикорневой объем. Да, это, конечно, все здорово, а главное, легко и удобно. Сам стайлер очень маневренный, не тяжелый. Удобно держать в руке. Не раздражает шум, когда подносишь к уху. Очень быстро сушит волосы. Нравится вариативность прибора. Хочешь локоны, берешь насадки для локонов. Хочешь прямые, тогда насадки для прямых волос. Меняешь образ быстро. Ну и дом захламлять не нужно отдельно феном, отдельно утюжком, отдельно плойкой. В одном приборе все инструменты сразу. Но только на эти выгоды я бы не соблазнилась. Да, сегодня много продуктов, которые объединяют два устройства в одном. То есть фен и брав расческу. Но стайлер все же сильно отличается. И для себя самую большую его мегаполезность я увидела в другом. Волосы после любой укладки всегда получаются ухоженными, шелковистыми, живыми. Это я могу сказать с полной уверенностью, потому что свои волосы я уже изрядно подпортила обычным феном, утюжком и плойкой. И я знаю, что такое матовые, почти как солома волосы. Пришлось даже срезать половину своих волос и нарастить. Но вот чтобы не портить вновь растущие и пока здоровые волосы, я и обратилась к миру новых технологий. Мне и попался стайлер Дайсон, который как раз способен сохранить блеск, который так важен для нас. В стайлере есть специальный датчик, который 40 раз в секунду измеряет температуру воздуха на выходе из насадок. Скажем так, насколько горячий воздух дует из сопла. Так вот, эти датчики контролируют и удерживают температуру горячего воздуха, чтобы она ни в коем случае не поднималась выше 150 градусов. Почему именно эта цифра? Дело в том, что при температуре выше 150 градусов наш кератиновый слой начинает разрушаться. Тогда волосы теряют свой блеск и становятся тусклыми. А стайлер никогда не превышает опасный температурный порог. В этом и уникальность этого прибора. С ним можно укладывать волосы хоть каждый день и они никогда не повредятся. И здесь скептики могут громко возразить, мол, ну невозможно уложить волосы или сделать локон без высоких температур. Ведь локон нужно запечь, чуть ли не обжарить, чтобы он держал форму. Таким скептикам важно узнать вот что. Здесь вступает в силу другая разработка инженера Дайсона. Мощное давление потока воздуха. Стайлер дует такой сильной струей, что чешуйкам просто некуда деваться и они все послушно закрываются. Вот и все. Поэтому стайлеру и не нужно работать на высоких температурах. Локоны запечатывает не экстремальная температура, а мощный поток воздуха. Благодаря которому, кстати, как раз и возможен эффект Куанда. Да и время на укладку очень сильно сокращается. Такой тандем технологии, то есть контроль температуры и мощное давление на сегодня есть только у стайлера Дайсона. Поэтому у него и статус премиального продукта. И надо признать, что ни один другой прибор для укладки не может нам гарантировать, что температура на выходе из сопла не перейдет опасный порог. А стайлер Дайсон как раз свои гарантии выдерживает. Доказательства это блеск волос, шелковистость на ощупь каждый раз на протяжении долгого времени. От себя скажу так, этот фен скорее для тех, кого беспокоит состояние волос, кто хочет отрастить или сохранить здоровые волосы. Считаю, что с этим стайлером красота не требует жертв. На этом мои исследования окончены. Если видео было полезным для вас или может еще и принесет пользу, то скажите мне об этом вашим пальчиком-лайчиком. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok